В собрании депутатов Ненецкого округа обсудили снижение стоимости билетов по местным авиаперевозкам. В региональном парламенте прошло рабочее совещание по вопросу установления предельных тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на 2022 год. Несмотря на субсидии из окружного бюджета, предоставляемые авиаперевозчикам на осуществление полетов в населенные пункты округа, стоимость билетов все равно была и остается высокой для населения. Вопрос снижения тарифов на авиаперевозки депутаты подняли еще в декабре прошлого года при рассмотрении проекта бюджета на 2022 год и плановый период на заседании Постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету с рекомендациями в адрес профильных ведомств. Рекомендовать администрации проработать вопрос о снижении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров воздушным транспортом на 2022 год в целях недопущения роста цен на авиабилеты для жителей отдаленных населенных пунктов округа. Наступил 2022 год, а вместе с ним произошло не снижение, а наоборот увеличение тарифов на авиаперевозки из сельских населенных пунктов в Наринмар, а также из западных сел округа в аэропорт Васьково в Архангельске. Например, на рейс Индиго-Архангельск стоимость билета выросла на 820 рублей, при том, что и так была немаленькая – около 16,5 тысяч рублей. Теперь 17 270 рублей. Из Нижней Пеши в Архангельск в этом году можно добраться за 14 790 рублей. Увеличение стоимости авиаперелета составило 700 рублей и так далее. Как пояснил в ходе совещания представитель управления по государственному регулированию цены тарифов Ненецкого округа, ведомство готово оставить по ряду воздушных направлений тарифы на авиаперевозки на уровне 2021 года. Соответствующий нормативный акт уже подготовлен. Готовы соответствующие решения принять. С нашей стороны, собственно, все готово. То есть вы предлагаете оставить на уровне? Наше предложение – это оставить их на уровне 2021 года. Вот по этим только маршрутам? Да. Но у нас, опять же, так как это у нас идет новое решение с 20 числа, то возвращены на уровень 2021 года они будут только с 20 января. Речь идет об авиаперевозках из западных селокруга в Архангельск, а также из Наринмара в отдаленные села округа – Гостькару, Каратайку, Амдерму, Харуту и Варнак. Чтобы стоимость авиабилетов по этим направлениям не увеличивалась в 2022 году, по предварительным расчетам дополнительно потребуется порядка 4 миллионов рублей из окружного бюджета. Благодаря региональным субсидиям жители округа оплачивают только 60% реальной стоимости авиабилета. Стоимость летного часа ежегодно растет. Во-первых, за счет подорожания авиационного топлива. Во-вторых, за счет повышения цен на комплектующие для авиационной техники. Если лопасти в прошлом году стоили 6 миллионов, в этом 7, то в следующем я понимаю, что они будут стоить 8. Но тут тоже нет 8%. Лопасти, несущие винта, которые 2000 отработали, положили на землю, купи новые. И так далее по всем позициям. 400 комплектующих, из которых состоит вертолет, и вот каждая комплектующая, они там растут. Еще один, пожалуйста, простой пример. Два вертолета брали в конце 2019 года в лизинг. 438 миллионов каждый. Сегодня нам предлагают на 2022 год 520 миллионов. Скажите, пожалуйста, сколько это процентов? Новые вертолеты. Проблема изнутри выглядит гораздо серьезнее. До 2019 года авиапредприятие продержалось буквально за счет накопленных ресурсов советского периода. У нас к каждому вертолету шло дополнительно два двигателя. Шел дополнительный редуктор, шел дополнительно вспомогательная силовая установка. Ну, это по вертолетам. У нас достаточно большое количество двигателей, которые предназначены для Ан-2. Ну, уважаемые господа, я вам могу сказать, что ресурс этих запчастей всех закончился. Закончился. Для того, чтобы мне сейчас поднять в воздух вертолет, не берем МИ-8Т, берем МТВ, АМТ, вот эти новые лизинговые вертолеты. Стоимость одного двигателя на сегодня 88 миллионов. Одного, их нужно два. И это новый этот, который с завода. Скажите мне, пожалуйста, я уже говорил, что у меня есть уже, в принципе, она уже на выходе, стратегия развития предприятия до 2030 года. Если мы будем сидеть сложа руки, мы получим ситуацию в Ковкоме и Авиатрансе. Из 25 вертолетов, 5 полуживых. В прошлом году бюджет туда забросил 2 миллиарда. Из них миллиарды – это погашение лизинговой задолженности. И не факт, что эти деньги им помогут встать с колен. Если мы, да, мы можем там еще 3 года потянуть на каких-то ресурсах, будем выводить. Сейчас будут пытаться продавать старые вертолеты или менять их на двигатели. Да, будем искать так называемый РИМ-фонд, то есть это двигатели выпуска 90-го, 91-го года, там, или 85-го, по цене которой, там, не 88 миллионов, а 35, вот сейчас 38, нам предлагают два двигателя по 38 миллионов. Да, это будет дешевле. Но это, я говорю, кардинально не решит проблему ни обновления парка, ни сохранения персонала, потому что если мы начнем деньги забрасывать в железо, мы потеряем людей. Несмотря на относительно высокие по региону зарплаты командиров воздушных судов, на Ямале, например, они в два раза выше. В июне 2020 года Наринмарский объединенный авиаотряд лишился сразу пяти опытных командиров. Готовый командир, которому дал задание, и он выполнит его, я за него не беспокоюсь. Мы на чем завтра будем летать? На металлоломе? Совершенно ответственно заявляю о том, что есть такая проблема. Решается она достаточно просто. Все равно нам рано или поздно Минтранс запретит возить пассажиров на летолетах Ми-8Т. А мы сейчас только за счет летолета Ми-8Т справляемся с регулярностью. Потому что если бы мы летали только на самолетах Ан-2, мы бы сидели бы неделями здесь. И эти пассажиры приходили бы и у меня в кабинете, были бы и здесь, были бы во власти, и писали бы в сетях. Мы смотрим, что если Ан-2 не может, мы сразу отправляем Ми-8Т, чтобы выполнить эти полеты. Потому что он не так подвержен ветру и имеет противообъединительную систему. Обновление авиационного парка – неизбежность. При этом надо понимать, что реальная стоимость новых воздушных судов очень высока и растет год от года. Их приобретение – это колоссальная лизинговая нагрузка на предприятия. Несколько сотен миллионов в год. Частично лизинг компенсируется за счет субсидий из окружного бюджета на авиаперевозки пассажиров по местным воздушным линиям. В настоящее время на предприятии рассматриваются предложения о приобретении в лизинг трех единиц техники на общую сумму свыше миллиарда 600 миллионов рублей. Из них только аварийно-спасательный вертолет стоит более 600 миллионов. Нравится нам или не нравится, но Северный морской путь, он обязывает нас к тому, чтобы мы выполняли аварийно-спасательные, и вот эти поисково-спасательные, и эвакуации людей больных с кораблей. В прошлом году мы 16 полетов таких сделали, 19 человек вывезли. Оплачивают услуги авиапредприятия по этому направлению деятельности владельцы морских судов. Кроме пассажирских авиаперевозок, основная часть доходов объединенного авиаотряда – это обеспечение деятельности нефтяных компаний на территории округа. Мы понимаем, что в течение ближайших 10 лет нефть будет качаться как кулколовскими структурами, так и структурами Роснефти и Росветпетра. Хотя Росветпетра работает заточенно, оно через Усинский, и вся транспортная составляющая идет через Усинский. Если мы не будем иметь, это единственный вид прибыльной деятельности, но вместе с тем предприятие, рентабельность его менее 0,1%. Вот как нравится нам или не нравится, в среднем мы летаем 4 тысячи часов на транспорте, это то, что субсидируемые полеты. Самое главное, все равно будут развиваться так называемые офшорные полеты, все равно пойдет изыскание в море. У нас здесь более-менее разведаны эти месторождения, то есть понятно, но в Карском море все равно будут разведывать, и не зря там платформы каждый год ставят. Поэтому мы должны быть готовы именно к офшорным полетам. Сейчас выпускается уже новый вертолет МИС-71А-3, его позиционируют как офшорный, он только начал полеты, но это вся новая техника, к сожалению, у нас так настолько долго вводится, что непонятен горизонт его ввода в эксплуатацию. А цена, которую сегодня озвучит Акционерное общество вертолета России, составляет полтора миллиарда рублей. Извините, МИ-38 стоит полтора миллиарда рублей. Поэтому мы должны хотя бы небольшими шагами, вот этот спасательный вертолет, это по сути есть офшорный вертолет. Вертолет, оборудованный баллонетами, это и есть офшорный вертолет, который может выполнять как изыскание, как спасательные операции, так и перевозку пассажиров. В ходе обсуждения настоящего положения дел в авиапредприятии и перспектив его развития, спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что для округа работа авиаотряда – это не только обеспечение транспортной доступности, но и жизнедеятельности региона в целом. Поэтому четкая стратегия развития предприятия просто необходима. По словам Валерия Стопчука, такая стратегия до 2030 года разрабатывается и в ближайшее время будет представлена. Также депутаты решили проработать вопрос по обращению от имени регионального парламента в правительство Российской Федерации о выделении федеральных субсидий на авиационное топливо и комплектующие для воздушных судов для предприятий, работающих в арктической зоне. Что касается основного вопроса повестки дня рабочего заседания о снижении тарифов на авиаперевозке пассажиров по местным воздушным линиям, то он пока остается открытым. Для того, чтобы оценивать возможности по снижению стоимости билетов, необходимо нам совместно с курирующим департаментом ЖКХ и строительства проработать вопрос. Следует понимать, что снижение тарифов на авиаперевозке повлечет за собой увеличение нагрузки на окружной бюджет. К рассмотрению вопроса в региональном парламенте депутаты вернутся после поступления конкретных предложений и расчетов из профильных ведомств. Илья Сахаров, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова